Санкт-Петербургская филармония 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 и вы должны быть приглашен, чтобы участвовать в соревнованиях. Сейчас это гораздо легче. И еще есть какие-то прелиминальные раунды, как два видео и потом... Но это часть этой соревнования. Да, это правда. Вы можете оплатить, вы отправите видео и вы выбираете или нет. Это зависит от того, как вы играете. И я подумал, что изменилось. Например, ответы для участников, которые не отказались на вторую или третью раунду, не существует в моем времени. Практически нет контакта с журналистами. И я думаю, что это преимущество сегодняшнего соревнования. Они вас вчера, которые не прошли дальше? Я расскажу теперь по-русски. Было упомянуто о победе в призовом месте Ивана Манегетти на пятом конкурсе Чайковского. И вопрос был о том, что изменилось за эти сорок лет. И мы узнали, что изменилось довольно многое. И в частности, в отборе российских участников, тогда советских. Потому что в те времена необходимо было пройти очень много предварительных прослушиваний, отборов, конкурсов. Как я понимаю, это было связано в том числе с тем, что советское государство хотел быть уверенным в действительно высоком месте и в высоком качестве. Ну, на государственном уровне. Сейчас все хотят быть уверены в высоком качестве. Тогда это было на государственном уровне важно, чтобы советский участник продемонстрировал очень высокое качество и, скорее всего, занял какие-то призовые места. А теперь все на равных условиях, как я понимаю, не совсем так. Все-таки победители всероссийского конкурса все равно допускаются без предварительного раунда. Это было небольшое исключение. Небольшое исключение и, скорее, в пользу участника. Не то что усложнение, а как бы упрощение. Но, в общем, действительно, процедура гораздо демократичнее. И, кроме того, в те времена не было такого понятия, как общение с членами жюри, вообще доступ к членам жюри для тех, кто не прошел на второе и третье туры. И невозможно было пообщаться, понять, какие пожелания. Тогда как сейчас это, пожалуйста, я сам видел, как вчера участники конкурса подходили к членам жюри. И вот нам Иван сказал, что и сегодня к нему обращались, что, безусловно, очень ценно. Когда ты сидишь сейчас в члене жюри, и видишь этих молодых выборов, ты помнишь, как это было, чтобы быть перед тобой сегодня? Я помню это очень хорошо. Эта сенсация, которую ты никогда не забываешь. И, конечно, было много ответственности и просто человеческое страх. Но ты знаешь, в тех временах ответственность была увеличена по всей этой преминерной теме и вероятностью, которую ты принесла от Советского государственного государства или что-то. Но я помню это очень хорошо. Я сказал себе, что я должен забыть все, кроме музыки. Я играю, музыка – это самое важное. Вопрос о том, каковы были ощущения, когда наш гость был участником конкурса и помнит ли он это хорошо. И, конечно же, все это прекрасно Иван Манегетти помнит. Глупо себя чувствую, что я вас перевожу, когда вы прекрасно можете это сказать по-русски. Да, я бы мог это сказать по-русски. Да, мог бы сказать это тоже, извините. Мог бы сказать это по-русски. Конечно, я помню невероятное волнение, просто какая-то горячка, страшно высокая температура. Но справиться с этим волнением мне помогла тогда просто мысль о том, что самое главное – это музыка. Музыка, которую я очень люблю, которую я с удовольствием играю. Я должен забыть обо всем и остаться наедине с этой музыкой. Иван Манегетти, и что меня приглашает, чтобы работать с современным композером, живым композером, потому что я могу получить эту информацию прямо из композера. Я могу объяснить, что это написано. Потому что иногда... Расшифровать. Дискрипт. Иван Манегетти, что-то находится в ней, это здание укроет, здесь есть такой живой агентальный контент. Заданный. Заданный, да. Угод 700- عليه чеки. Угодный. Это было не говорится. Вы только смотрите, и должны создать это живое. И композитор, конечно, знает, потому что это его эмоции, его слова и его работа behind это. И когда я делаю классики, я пытаюсь представить это же самое. Я пытаюсь представить с композитором и пытаюсь понять его логику. Что случилось с тобой, когда ты пытался декодировать, ну, дзюрить, сфотографическим автором, и после выступления этот живой композитор сказал тебе, что ты там действительно найдешь больше, чем он там. Что случилось с тобой? Я не скажу больше, но разные вещи. Иногда композитор сказал, что ты обнаружил что-то, что я не знал. Валя спросил у Ивана Манегетти, как известного исполнителя авангардной музыки, какая разница в подходе к авангарду и того, что мы условно называем классикой. И мы узнали о том, что, в общем-то, подход вполне себе равноценный, потому что в обоих случаях ты расшифровываешь некое послание, глядя в партитуру и стараясь претворить его в живые звуки, которые дал композитор. Но только в одном случае композитор здесь и с ним можно об этом поговорить, у него можно что-то узнать, а в другом случае задача несколько сложнее. Нужно догадываться, нужно пытаться понять мысли композитора, которого уже давно нет в живых. Вы профессор на БАЗЛ Академию Музык в Свицерлинг. Как вы знаете, когда у вас есть отличный студент, и вы научитесь от своих студентов? Да, мы учимся вместе. Потому что обучение является процессом обучения. Чтобы быть хорошим студентом, нужно быть хорошим студентом. И, конечно, мы работаем вместе. Я не имею предупреждения для всех студентов. «Люк, это мои пальцы, мои боевые, мою динамику. Пожалуйста, научитесь это». Я никогда не пишу свои пальцы, боевые, и я делаю это каждый раз с каждым студентом. И для того, чтобы увидеть таланты, иногда нужно время. Потому что это как ресурсы. Иногда вода уходит в себя. Иногда нужно сделать... Дрил. Дрил один километр. И тогда есть вода, или гол, или что-то. И это же самое. И это же самое. И это же самое. И это же самое с талантливыми людьми. Иногда таланты идут так. Иногда кто-то не показывает таланты. Но он в ней находится. Внутри. Но это было бы хорошо знать, как это понимает, когда таланты. В любом случае, ты хочешь переводить? Да, но вопрос был о том, как общаться с учениками, и как себя вести талантливыми учениками, и как их отличать от других. И вообще... Что такое талант. Да, что такое талант. И важно ли для педагога уметь учиться. И мы поняли, что, во-первых, очень важно. Во-вторых, нет никаких специальных рецептов, универсальных рецептов для всех, что у каждого человека, у каждого исполнителя свои особенности. У кого-то проявляется одна сторона, у кого-то другая. Но это не значит, что ее нет. До нее надо докопаться. Поэтому наш гость никогда не пишет аппликатуру. Штрихи свои, которые нужно любому, при любых кондициях выучить, а индивидуально, в зависимости от возможностей и таланта человека с которым... Штрихи аппликатуры — это маленький пример. Концепция и интерпретация гораздо шире, чем штрихи и пальцы. Я не знаю. Одна еще вопрос. Я думаю, что у нас есть немного времени. И это очень много времени. Я думаю, что у нас есть много времени. Я думаю, что у нас есть много времени. Вопрос был о том, как художественный руководитель фестиваля Viva Chela, чем этот фестиваль отличается от других знаменитых фестивалей. Не буду их перечислять. И суть ответа вы, конечно, поняли. Она заключалась в том, что, вообще говоря, ясно это из названия, что это виолончельный фестиваль, он посвящен исполнителям на виолончелях. И, как пример, было даже исполнено сочинение для оркестра виолончели и ударных инструментов. Оркестра виолончели и ударных инструментов. И автор Александр Кнафельд, замечательный петербургский пропозитор. Ну, известный пропозитор, конечно, да. Спасибо большое, Иван Манегедди. Вы должны обратиться в эту комнату и вставать в свою комнату. И спасибо большое, что поговорили с нами на Медичи ТВ. Спасибо большое. Нам очень приятно, что вы с нами пообщались. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.